всем добрый день меня зовут дмитрий сегодня я хотел бы вам рассказать про то как настроить событие как настраиваются датчики на терминалах телтоника сейчас в основном продается телтоника версии fmb они настраиваются почти все одинаково только единственная разница в том какие выходы у вас есть причем я продолжу хочу вас попросить не забывать подписываться на мой канал ставить лайки писать комментарии так как это стимулирует снимать новое видео будут лайки будут и новые видео благодарю вас именно на том что ставите лайки пишите комментарии подписывайтесь и продолжим самое простое что можно настроить это у нас получается пройдет по всем параметрам да это зажигание да нужно нам посылать зажигание сюда или не нужно посылать зажигание соответственно мы тут выбираем приоритет посылки зажигание да и либо других каких-то данных тут четыре стадии но можно выбирать то есть мы выбираем больше между не посылать либо посылать то есть и либо но но на либо это относится ко всем параметрам одинаково следующий очень важный параметр который идет это посылать в каком диапазоне высокий уровень низкий уровень соответственно при зажигании высоты низкий уровень это 0 высокий уровень единица если например мы перейдем например спешил алтаж то низкий уровень это ноль высокий уровень это будет то есть тут будет 30 например вольт или чем 15 вольт ну в любом любой диапазон где начинается зажигание дальше есть события да да нет и экстренные можно их настроить можно их не настраивать следующий идет очень интересно тоже параметр это при каком срабатывать так сказать значение есть при коде выходе изменений просто мониторинг еще дополнительно вот он чаще это при изменении изменение какой-либо дельты дальше идет прописывается дельта потом вот сюда прописывается номер телефона на который отправляется и сюда прописывается текст всего это работает вот эти вот параметры которые идут от работают отдельно вот тут вот самое важно понимать что вот это параметр дельта работать только если выставлено он дают смотрите если мы выставляем например вольташ а мы выставляем что при изменении более чем на 100 милливольт, то есть в милливольтах измеряется, то получается, что если у нас скачок или падение вольтажа будет более чем на 100 милливольт, то он изменится. Соответственно, так и с другими. Например, скорость, да, тоже там максимальная скорость на машине, ну сейчас сколько? Ну, 230, наверное. Ну, некоторые там 160-140 ездят. Соответственно, ну, 230 это там для BMW чего-нибудь покруче, а для Hyundai или Kia это 160-180 они разгоняются. Соответственно, тут так же можно сделать. То есть мы ставим скорость, что посылает нам скорость и ставим событие дельта, вон там, скорость изменений больше чем на 10. То есть если было 0, стало 8, он не запишет. Если было 0, стало 11, он запишет. И этим очень интересно как раз именно контролировать вот такие резкие скачки, ускорения, замедления и выявлять, соответственно, когда оператор, точнее не оператор, а когда водитель плохо вводит машину, ну, точнее не плохо вводит машину, а именно ужасно уничтожить вождение, и это нужно делать. Следующий параметр это движение после зажигания. Тут 0 либо двигается, либо не двигается, все. Потом идет дата мода, это режим по которому выставляется, то есть получается работы по дате. Ну, этот неважно посылать. Потом GPS сигналы это от 0 до 3 идет, 0 это нету сигнала 1, 2, 3, это степень сигнала 3, это хорошо. Sleep mode, посылается 0 нету слипа, 1 это слип по GPS, ну и так далее. GSNS статус, потом GPS HDOP, PDOP, HDOP. Получается, это тоже важный параметр, это географическая точность измерения. Ну, обычно она там в пределах 10 метров идет, поэтому эти параметры игнорируются. Следующий идет вольтаж. Скорость, CELID, это параметр получается, какая у вас сейчас стоит симка, то есть присылать через какую симку, какая то есть базовая станция. Например, 25.001 это у нас получается МТС, 25.001 это вроде мегафон, 25.002 это у нас получается МТС. Дальше, а, точнее 25.002 это у нас какие стадии, а тут же посарел это либо 0.1, либо другой посылать, там 0.2. Дальше идет батарея вольтаж, заряд, это получается в вольтажах батарейка, это в амперажах батарейка. Дальше актив GSMC оператор идет, это у нас, ну какой оператор сейчас, у нас операторов не так много. Трипада на метр, это сколько метров пройдет, total всего, сколько пройдет все, и дальше вот идут еще более интересные. Это получается Ginkl Input. Этот параметр работает так, либо 0, либо 1, при этом, если значение, которое поступает на него аналогом, меньше, чем 1 вольт, то это считается 0. Если больше, чем 1 вольт, любое там значение, до 30 он там держит, то это получается единичка. Аналог Input, он также у нас получается работает от 0 до 10, либо от 0 до 30. Да, кстати, когда выставляете, вам нужно вот тут вот определиться, да, либо у вас от 0 до 10 считается, либо от 0 до 30. Почему это сделано? Потому что электроника сама по себе воспринимает только от 0 до 5. Но там стоит делитель напряжения, который 30 вольт делит до такого, то есть делит в 6 раз, чтобы можно было получить. То есть, если получается у вас в ходе 30 вольт, то через резисторы до аналогового выхода доходит только 5 вольт. То есть он в 6 раз уменьшает. И тогда мы видим, то есть получается, чем у нас, например, от 10 до 0 до 10 у нас будет более точное измерение, чем от 0 до 30. Это настраивается вот тут. Обычно все датчики работают от 0 до 10. Редко количество датчиков, где встречал, что до 30 вольт работает. Так работает аналоговая выхода. Соответственно, в аналоговом выходе можно сделать что? Мы ставим тот лов, что делать, выставляем ему состояние либо мониторинг, либо изменения. Точнее, сюда нельзя выставлять изменения, сюда надо выставлять Orange Delta Change. Почему? Потому что, если мы выставим просто Change, изменение на 1 милливольт ведет запись точки. Следственно, терминал будет вам слать точку каждую одну, каждые 2 секунды. Он потратит колоссальное количество просто средств на сбор все информации, запихивание это все в пакеты и отправку этих всех данных. Поэтому, если мы измеряем изменения какой-то резкой на аналоговом выходе, то тут используется One Delta Change. То есть, и выставляем какое изменение. Соответственно, если это от 10 вольт, 0,10 вольт, то тут изменение стоит минимум 100 милливольт, а иначе количество значений будет очень много скакать и вы просто нормальные данные не получите. Дальше идет такой параметр как Jictal Output 1. Ну, Jictal Output 2, Jictal Output 3. Работают они полностью все одинаково. Это минусовой выход. Тут настройка вообще просто. Либо Low и Monitoring ставится, либо Low и One Change. Все. Больше ничего не ставится, ничего не изменяется. Следующий параметр, который я назвал, это расчет топлива по GPS. Там есть вот тут есть у нас настройка, когда мы заходим, вот тут надо данные забивать. Короче, вот эти вот данные надо забить. GNS Full Controller. Если мы забьем эти данные сюда, то если мы вот тут вызовем данные, которые нам нужны, они будут у нас работать. Также есть тут акселерометр. Акселерометр это вообще крутая штука. Чисто по акселерометру вы можете вычислять стиль езды человека. Он также настраивается Low, One Change Delta. Все. И восстанавливается измерение этих. Единственное, что тут очень плохо, это важна точность установки терминала. Терминал должен быть установлен в определенной ориентации в автомобиле. Любое нарушение установки терминала в определенной ориентации по автомобилю ведут вообще к полной некорректности данных. Вот это вообще жесткая вещь. Дальше есть IC сим-симки. Иногда очень тяжело узнать, как асимка в терминале. Но если стоит параметр IC, то можно получить параметр IC и по IC уже найти симку. Кто работает в личном кабинете МТС, Билайна, Мегафона знает, о чем я говорю и где это взять. Вообще ни разу не пользовался это параметр Громсенса. Вообще не знаю, что он значит. Джинкл Инпут 2, цифровой выход, Инпут 3. И аналог. Аналог РСК как работает. Джинкл 2 и 3 работает так же, как и первое. У них есть состояние 0, либо состояние 1. Если напряжение поступающее меньше, чем 1 вольт, то выход считается 0. Если больше, чем 1 вольт, то это считается единицей. Работа точно так же. Джинкл Output 2 работает так же, как первый и третий. Ничего не меняется. Дальше идет температура. Тут можно установить получается 4 датчика плюс 4 датчика температуры. Это для резерваторов. Также есть iButton ключ. Можно записать более 10 ключей и кто заводит машину тоже сделать. События формируются так же, как у других. по датчикам Bluetooth. Смотрите, датчики температуры Bluetooth, батарейка, еще параметры можно передать, можно кучу параметров дополнительных записать до 5, то есть спокойно прикрепить к этому терминалу 5 меток. Все, кстати, вот эти Bluetooth вещи, также Bluetooth датчики, все Bluetooth датчики, они настраиваются из вот этой вот Biocon List, то есть тут установится периодичность, что они строятся, что они подключают какие данные. И вот тут можно подключить дополнительные датчики, как они должны работать. Есть также еще другое меню настройки этих датчиков, где можно записать расшифровку этого каждого датчика, откуда это все можно будет взять, чтобы посмотреть. Вот тут открывается, да, тут записывается Mac ID именно самой Bluetooth метки, да, которую посылают данные. Тут идет расшифровка. Можно взять уже стандартные датчики, которые тут записаны. Например, вот Bluetooth датчик. Вот, и он смотрите, как работает. То есть, там посылаются данные, да, и мы видим, что в посылке этих данных, тут есть формат FF, то есть какой там воспринимать как эти данные. Тут есть вот, что мы первые мы игнорируем, да, мы не записываем. Потом получается второй байт 0,1,2, со 2,1 мы сохраняем, это заряд батарейки. Потом получается с 3,0,1,2,3, 1 байт берем и сохраняем в промежуток, промежуточную кастную, потом 4 байт 1 берем и сохраняем температуру. То есть все так работает, это довольно примитивно настроено, но очень круто, круто, я бы сказал, это сделано. вернемся к нашим верблюдам последним, да, есть заряд батарейки в процентах бета-статус, блютусный статус, который есть и также еще вот параметр, который я тоже никогда не использовал, да, но именно вот я хотел сказать больше, как работать именно с датчиками, да, с аналоговыми, да, датчиками и, например, цифровыми, дискретными датчиками. Получается, смотрите, если мы настраиваем, то есть у нас больше дискретные выступают как больше, как минус, да, то есть мы подцепляем, например, если у нас есть кнопка, мы подцепляем ее на плюс и, например, мы нажимаем какую-нибудь кнопку и на GQL input поступает, например, бортовое напряжение 12 вольт. 12, плюс 12 вольт он считает как единичку, соответственно, он генерирует. Если мы устанавливаем то значение OneChange, то мы получаем событие на сервер, что кнопка была нажито. А там дальше какое мы событие уже сделаем на сервере на кнопку это тоже ваше. Как хотите, так и влияете. Также, например, аналоговый датчик. Аналоговые датчики бывают какие? аналоговые датчики топлива, который выдает значение в зависимости от топлива от нуля до 10 вольт, 10 тысяч миллиампер, точнее, 10 тысяч милливольт выдает. Там сам уже дальше выбираешь сколько. Также есть, например, датчики угла, датчики наклона, которые можно также подключить по аналогу. И в зависимости от того, какое напряжение приходит, там высчитывается угол. Соответственно, если датчик высчитывает например 50 градусов наклона, например, приходит 5 вольт. Если он под 90 находится, то приходит 10 вольт. Если он под 0 градусов находится, то приходит 0 вольт. Соответственно, в таком измерении по разному может проходить. Разные датчики подключаться. Но в основном что сталкиваемся? Это с топливом. топливо подключается по урс-485 до либо по урс-232 и тут соответственно нужно показать как эти датчики должны быть нас настроены соответственно того как мы настроим эти датчики будет все у нас остальное работать есть также у нас вот есть настройки как раз по акселерометру можно например сделать события которые будут записаны по акселерометру стандартный который за вас продуманы а можно если установить в определенный последствий автомобиль посылать данные с акселерометра резкие записывать на сервер эти данные обрабатывать то есть может быть по-разному можно сделать также есть и события еще и по контролю донометра как это сделать вот так вот вкратце прошлись мы с вами по некоторым сказать параметрам по вкладкам до показал что взаимосвязь какую и как с этим работать и настраивать я надеюсь понятно да что основные параметры которым мы используем это приоритет отправки да кстати вот тут вот видите м в написанной extension вольт это значит в какой системе измерения не идут м в это мили вольт и значит от нуля и там где до 10000 мили вольт 10000 мили вольт от 10 вольт дальше идет дельта минимальная максимальное значение генерируется какую которую нужно для отправки смс вот это для генерации отправки смс вот тут вот нужно будет номер телефона этот номер телефон нужно записать в авторизированный чтобы он тут вот отсылал код сообщить можно задать свое сообщение ну и события по мониторингу ну соответственно дельту все тут настроена уже некоторые параметры за вас вам только нужно под редактировать и сделать их именно самостоятельно хотел вам показать как еще настраивается 485 датчик уровень топлива но на этом трекере не предусмотрен 480 точнее вот я рассматриваю заметил fmb 130 было и тут 485 не предусмотрен соответственно и собрать 125 фмб тилтонику то там он предусмотрен соответственно может там рассмотреть этот вариант надеюсь видео вам понравилось благодарю за внимание